Фёдор Венеславский, представитель президента Украины, Верховной Радио Украины, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот заседание в формате «Рамштайн» ещё продолжается. Министр обороны США Луит Остин уже призвал союзников к большей помощи Украине. Чего по итогу мы можем ожидать от этой встречи? Вот станет ли она действительно знаковой? Ну, во-первых, мы должны понимать, что сегодняшняя встреча в «Рамштайне» – это своего рода итог тех усилий, тех переговоров и тех политических и уже политических заявлений, практических действий, которые предприняты нашими западными партнерами и лидерами государств, парламентами и правительствами в отношении помощи Украине. Мы видим, что даже уже по сравнению с началом осени количество вооружений, которое в Украине декларируется и которое уже принято решение о поставке, ну, несоизмеримо. То есть динамика, можно сказать, сумасшедшая. Тем не менее, для Украины, которая пребывает в острой фазе войны с Российской Федерацией, и Российская Федерация, исходя из заявлений ее представителей о своих агрессивных планах уничтожить Украину, уничтожить украинский народ, не отказалась. И мы должны быть готовы к любому развитию событий. Это понимают наши западные партнеры, поэтому предоставляют Украине и все больше дальнебойной артиллерии, реактивных систем залпового огня, разблокирован процесс, и уже происходит подготовка наших военных к новым современным системам ПВО. И сейчас камень предкновения, это по большому счету один. Это тяжелая бронированная техника. То есть это основные боевые танки, это боевые машины пехоты. Если мы говорим о боевых машинах пехоты, уже как о свершившемся факте о том, что нам их предоставляют, танки пока что, к сожалению, кроме заявлений готовности предоставить конкретных действий, которые бы уже сказали, завтра танки будут на территории Украины, все еще мы не можем утверждать. Поэтому я думаю, что главная тема, краеугольная тема Рамштайна, исходя из имени президента Украины, министра обороны Украины Алексея Резникова, является именно разблокировка предоставления Украине боевых танков. «Леопард-2», «Абрамс», «Челленджер». И на сегодняшний день мы видим, что страны коалиции, практически антироссийские коалиции, так я бы уже назвал, они выжидают, кто же первый примет решение и предоставит Украине этот танк. Поэтому я думаю, что сегодня было бы очень хорошо, если бы это решение уже под влиянием переговоров на высоком уровне представителей министров обороны стран антироссийской коалиции могли бы уже принять решение и сдвинуть этот процесс с такой паузы, которая для Украины является крайне неприемлемой. Да, не ждать, кто первый, да, всем вместе. Скажите, вот президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал отправить необходимое оружие Украине как можно быстрее. Вот армия Российской Федерации перегруппировывается и тянуть время – это как раз то, что сейчас нужно Кремлю. Вот эти слова будут услышаны? Я уверен, что эти слова не только будут услышаны, их понимают уже лидеры стран, с которыми идет переговоры, но тем не менее нужно, чтобы, знаете, вот этот резонанс дал тот результат, который действительно перерастет в очень быстрые поставки. Поскольку президент четко и однозначно сказал, время работает на сегодняшний день как союзник России, потому что она, мобилизировав вот эти 300 тысяч по официальным данным, значительно больше по неофициальным данным военнослужащих, готовит их для войны в Украине. Об этом все политики, все военные руководители России открыто заявляют. Поэтому, конечно же, как только будет достигнута готовность вооруженных сил России к активным наступательным действиям, они эти действия предпримут. Поэтому наличие в Украине на вооружении танков, боевых машин пехоты, дальнебойной артиллерии, оно является сейчас самым главным фактором, который может не позволить России достичь даже тактических целей, которые она перед собой ставит, потому что стратегических достичь уже, по-моему, в самой России, все понимают, ей не удастся. В следующий раз на заседании в формате Рамштайна могут согласовать и поставку истребителей для Украины. Вот президент Владимир Зеленский призвал союзников обсудить отправку в Украину дальнобойных ракет и истребителей F-16. Вы знаете, о поставке Украине и истребителей, и штурмовой авиации мы также на всех уровнях ведем очень длительную, очень системную работу. К сожалению, решений пока что не принято, но динамика в риторике, динамика в политических заявлениях и в решениях, принятых уже на политическом уровне, она тоже достаточно позитивная. И мы можем вспомнить, что уже даже Нидерланды готовы отдать те F-16, которые есть у них на вооружении, предоставить Украине для того, чтобы она могла противостоять и в воздухе Российской Федерации. Но пока что мы говорим о том, что это ближайшая перспектива, но над этой перспективой, на реализации и воплощении ее в практику мы ведем очень такую системную работу на всех уровнях. Я думаю, что следующий шаг после того, как мы пробьем вот эту брешь и получим уже на территории Украины на вооружение для вооруженных сил танки, будет именно истребительная штурмовая авиация западных образцов, которые во многом превосходят российские военно-воздушные силы. На российских телеграм-каналах появилось вчера несколько видеозаписей и фотографий, на которых, как утверждается, показаны зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С-Одет». И они установлены на крышах нескольких зданий в Москве, и в том числе такой появился на здании Министерства обороны. Зачем они это делают? Что пытаются таким образом показать, продемонстрировать? Я думаю, что они таким образом уже демонстрируют свой страх перед тем, что война в активной форме и в форме конкретных ударов по их стратегическим объектам, по центрам принятия решений не за горами. Они понимают, что у Украины появляется и свой собственный потенциал, и наши партнеры могут в ближайшие перспективы предоставить нам такие виды вооружения, которые смогут доставать не только на тактическом уровне, но и на стратегическом уровне объекты, которые являются законными военными целями для вооруженных сил Украины. А с точки зрения всех конвенций, которые ориентируют правила ведения войны, все военные объекты и центры принятия военных решений являются законными военными целями. Время покажет, что эти опасения Российской Федерации и вот эти действия, которые она сейчас предпринимает, упреждающие, они точно не на пустом месте рождаются. Я в этом уверен. Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине. Это 500 миллионов евро из фонда Мира. Из него страны ЕС финансируют как раз средства для защиты Украины. Вот с чем связан такой очередной недружественный шаг в Венгрии? И вот в понедельник во время встречи глав МИД этот вопрос снова будет подниматься и возможно там его получится разрешить? К сожалению, мы имеем последовательную позицию Венгрии на протяжении практически всей войны. И даже при том, что Венгрия является членом коалиции НАТО, она блокирует очень многие действия, решения, которые могли бы существенно помочь Украине. В данном случае, когда мы говорим о финансовой помощи, то это также один из важнейших элементов общей помощи от наших западных партнеров. Поскольку мы понимаем, что в условиях войны экономика Украины потеряла существенную часть своих возможностей, ресурсов. И когда мы утверждали закон о государственном бюджете на 2023 год, мы предвидели, что ежемесячный дефицит бюджета, необходимый для финансирования всех необходимых затрат, он составляет около 5 миллиардов долларов. Поэтому вот этот пакет помощи, он крайне для Украины важен от Европейского Союза. Венгрия, ну тут, наверное, все-таки нужно учитывать, что Венгрия пытается играть свою какую-то игру в рамках Европейского Союза. И все-таки пророссийская ориентация Венгрии, к сожалению, тоже достаточно сильна. Группы влияния России дают свой результат. Но, тем не менее, наши дипломаты систематически также работают и на этом направлении. И я думаю, что на следующей встрече министров иностранных дел этот вопрос будет, вне всякого сомнения, приоритетным для нашей делегации. И есть, скажем так, определенные оптимистические ожидания, что нам удастся разблокировать и такую позицию Венгрии. Ну, хороших новостей сегодня у нас намного больше. Таллинскую декларацию хотели с вами обсудить. Вот министры обороны Великобритании, Чехии, Польши, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Нидерландов и Словакии заявили, что продолжат поддерживать Украину. И я хочу процитировать. Мы обязуемся коллективно добиваться доставки пакета помощи, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины, подчеркнули министры. Вот чем так важно это заявление? Ну, во-первых, это заявление дает позицию целого ряда стран, которые находятся, во-первых, в непосредственной близости к Российской Федерации и которые являются очень таким мощным пулом стран в рамках Европейского Союза. Поэтому вот такие политические заявления о том, что, ну, во-первых, нужно вспомнить, что и вчера в парламенте выступал Шарль Мишель, он прямо сказал, что Украине нужны танки и вся Европа будет работать над тем, чтобы Украина получила танки. Они не сомневаются в нашей победе, но они понимают, что эта победа может достаться с меньшими потерями и если нам дадут те виды вооружения, которые сейчас крайне необходимы, то и победа будет быстрее и потери Украины будут меньше. Страны Европейского Союза и вот этого Балтийского региона, можно сказать, Балтийско-Северного региона, они прекрасно понимают, что Украина сегодня сдерживает Россию от ее империалистических таких неоколониальных устремлений, жертвами которых могут стать некоторые из них страны. Поэтому и Финляндия, и практически все страны Прибалтики и Польша, они являются для нас союзниками номер один и в рамках, в величине предоставляемой помощи и фактически в адвокатировании наших интересов в рамках всего Союза. И вот такие совместные заявления очень большой группы стран, они являются ориентирами и сигналами для других стран. Поэтому это крайне важное заявление. Новый глава Министерства обороны Германии Борис Писториус допустил отправку танка в «Леопард-2» Украине. Вот об этом он заявил вчера вечером в эфире ЦДФ. Вот, правда, сроков он не уточнил. Но, наверное, теперь важно, да, чтобы Олаф Шольц прислушался к своему новому министру. А вот как вы вообще оцениваете кандидатуру Писториуса во главе оборонного ведомства Германии? Ну, конечно, с точки зрения военной помощи Украине. Ну, я думаю, что эта личность достаточно проукраинский настроен, исходя из его заявлений. Поэтому для Украины я ожидаю, что это будет плюс. Он уже первым заявлением, первым своим публичным выступлением, он четко продемонстрировал, что он считает, кем он считает Российскую Федерацию и что он всячески пытается помогать Украине и, по крайней мере, сейчас такими политическими заявлениями. Прислушается ли Ота Шольц к таким заявлениям сказать сложно, но мы сейчас все четко понимаем, что Германия на европейском континенте практически это главный субъект, который может разблокировать процесс предоставления Украине вооружений. Но заявление Ота Шольца свидетельствует о том, что он хочет, чтобы это было коллективное решение. Поэтому, возвращаясь к первой теме, к Рамштайну, очень важно, чтобы сегодня было какое-то, в том числе и коллективное решение принято в сфере танков. А дальше этот процесс пойдет очень хорошими темпами, как только первые танки появятся на территории Украины. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор Путин приказал новоназначенному командующему оккупационных войск в Украине генералу Герасимову захватить Донбасс до марта. Зачем? Ну, знаете, ответ на этот вопрос, на мой взгляд, очевиден не только для нас с вами, которые уже видят, что за год войны Путин не достиг никаких целей, по большому счету, кроме тех, которые удалось в результате вот этого массированного вторжения в первой неделе достичь. Стратегических целей уничтожения Украины, уничтожения украинского народа, превращения Украины в сателлиты России, они уже точно не достигнут. Поэтому им за этот год, который уже закончится в феврале, год войны, который планировалось как молниеносное, победоносное и с минимальными потерями, превратилось в абсолютно непредвиденные потери для Российской Федерации, для граждан Российской Федерации, в военном плане, в экономическом плане, в плане личного состава. Поэтому сейчас уже даже граждане России понимают, что идет все не так, как им подают с экраном пропагандистских каналов, что цели, которые Путин пытался достичь, они не достигают, а их риторика меняется о том, что они готовы к переговорам с учетом новых территориальных реалий, как они для себя рисуют в своем больном воображении, тоже являются очень мощными сигналами, что они не могут достичь цели. И даже сам факт, что они готовы к переговорам, при котором не вся территория Донецкой и Луганской области подконтрольная России, для трезвомыслящих граждан России являются очень сильными индикаторами. И поэтому им необходимо продемонстрировать, что за год они достигли хотя бы то, ради чего, с точки зрения их риторики, 22-23 февраля 2022 года начиналась эта война, а именно помощь, как они говорят, исконно русским территориям Донбасса, Луганской и Донецкой области, а большая часть, большая часть Донецкой области, она даже в обозримом будущем не может быть легким приобретением Российской Федерации. Поэтому они сейчас бросают все свои силы и средства, они сконцентрировали максимальное количество войск на тех направлениях, где идут самые ожесточенные бои, Солидар, Бахмут, Маринка, Авдеевка. И они пытаются сейчас до конца февраля, то есть за фактически год войны, продемонстрировать своей внутренней аудитории, что 120 тысяч погибших российских военнослужащих было не зря, и вот есть определенные приобретения, которые можно поднять на флаг. Знаете, чтобы они не демонстрировали, их аудитория видит, как ПВО появляется на здании Минобороны и на других зданиях Москвы. Спасибо вам огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту содержательную беседу. А я напомню, Федор Венеславский, представитель президента Украины в Верховной Раде Украины, был с нами на связи. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.